Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «На связи бизнес» и я, ее ведущий, Дмитрий Чариков. Сегодня у нас в гостях старший вице-президент, директор департамента клиентского обслуживания банка ВТБ-24 Наталья Смирнова. Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте, Дмитрий! Тема нашей сегодняшней передачи «Люди в контактном центре». Замечательная совершенно тема, я ее очень люблю, и это самое главное звено, на котором базируется контактный центр. Сколько контактных центров в вашем банке и сколько в нем работает людей? Контактных центров у нас четыре. Территориально распределенный? Контактный центр один, но он территориально распределен и находится на четырех площадках в Москве, Барнауле, Чебоксарах и Оренбурге. И они по размеру одинаковые? Они разные по размеру. Наиболее крупные контактные центры в Барнауле и Чебоксарах, совсем маленький остался в Москве и 120 человек в Оренбурге. Чебоксары и Барнаул где-то около 400-500 человек. И общее количество ваших сотрудников в контактных центрах? 1800. Ничего себе! Да. Это не только контактный центр, это служба по работе с претензиями и жалобами клиентов, которая тоже находится у меня и она тоже распределена на нескольких площадках. Возвращаясь к людям, кто эти люди, которые выбирают для себя профессию работника контактного центра? Ребята у нас разные. И, собственно, кто эти люди, они отличаются по региональной принадлежности. Это очень интересно, потому что в Москве работают в основном студенты. В Барнауле работают ребята, которые и учатся и те, которые уже закончили вузы и уже имеют какой-то жизненный опыт. Такая же ситуация в Чебоксарах. Можно сказать, что региональные площадки немножко постарше, чем московская с точки зрения возраста специалистов. Какой средний возраст? Средний возраст в Москве 20 лет. Ничего себе! В Барнауле и Чебоксарах где-то 25-27. Многие ли из людей, пришедших к вам однажды на временную работу, выбирают для себя это как постоянное место труда? Вы знаете, многие. Изначально, конечно, ребята считают, что работа в контактном центре – это некий мостик, через который они могут дальше прыгнуть в какие-то другие подразделения банка. Но попадая в контактный центр, они понимают, что больше знаний, чем здесь, и больше опыта, чем здесь, они не получат нигде. А почему? Знания. Оператор контактного центра. Я, честно говоря, не люблю называть их операторами. Давайте назовем, как вам нравится. Это специалисты. Специалисты контактного центра. Потому что это действительно специалисты, которые обладают огромным спектром знаний. Потому что для того, чтобы ответить на вопрос клиента из любой области, которую он может задать, нужно знать практически все. О продуктах и услугах банка, об их условиях, о том, как эти продукты работают внутри банка, уже когда клиент становится клиентом и так далее. Помимо этого, контактный центр – это очень хороший жизненный опыт, как ни странно. Нет, это не странно. Потому что здесь очень жесткие правила. Они приближены немножко к армейским, скажу честно, особенно в больших контактных центрах. Любительную дисциплину. Да, я говорю о дисциплине, о том, что нужно всегда приходить на работу вовремя. Возможно, я сейчас буду говорить какие-то прописные истины. Мы все понимаем, что на работу надо приходить вовремя. Но, если не придет вовремя на работу какой-либо клерк, наверное, ничего не произойдет. Если не придет на работу сотрудник контактного центра и вовремя не залогиниться в системе, возможно, какой-то звонок клиента будет пропущен из-за этого. И, возможно, его коллеги, которые сидят рядом, будут работать более энергично, более загруженно, чем вместе с ним. Очень четко зафиксированы перерывы и обеды. Встать и выйти на перерыв в то время, когда его нет в графике нельзя. Сколько человек работает между перерывами? Без перерывов? Да. При восьмичасовом рабочем дне у сотрудника 45 минут обед и два перерыва по 15 минут. Соответственно, мы в течение дня стараемся плавно распределить это время по дню. Еще раз повторюсь, все достаточно жестко, дисциплинированно, и это хорошая школа жизни. Особенно когда тебе 20 лет. Особенно когда тебе 20 лет. Потому что ты получаешь, а, хорошее знание, и б, ты получаешь опыт работы в команде, что очень важно. В дружной команде, как я понимаю. В очень дружной команде. И команда контактного центра, в целом, так скажем, департамента клиентского обслуживания ВТБ-24, она служит образцом для некоторых подразделений нашего банка. Ну, давайте тогда поговорим о тех номинациях, которые получили сотрудники ваших контактных центров на ежегодной премии «Хрустальная гарнитура». Потому что в этом году для всех было огромным удивлением и радостью, что в семи номинациях сотрудники ваших контактных центров были номинированы и были признаны лучшими. Мы к этому шли-то достаточно давно. В «Хрустальных гарнитурах» мы участвуем с 2008 года. Для наших телезрителей я напомню, что «Хрустальная гарнитура» – это премия отрасли, когда награждаются лучшие из лучших работников индустрии. Это наш «Оскар». Так и есть. Первый раз мы получили «Хрустальную гарнитуру» за оператора года в 2008 году. В этом году мы получили 7 «Хрустальных гарнитур» из 20 номинаций, в которых мы изначально заявились. Это, с моей точки зрения, большой успех. Такого еще не было, но усилий к этому, конечно, приложено было достаточно. Это работа команды. Это работа огромной команды, команды менеджеров, команды специалистов, которые участвовали, которые решились на выдвижение себя на какие-то номинации. Ребята этого выбирали самостоятельно. Естественно, мы никого не заставляли, не принуждали, не гнали плетками. Ребята сами рисовали презентации, эссе. Операторы года, потенциальные операторы года активно участвовали в блогах, получали оценки, расстраивались. Потому что, когда начинается работа в блогах, это уже не первый год, за ребят должны голосовать. Конечно. И чем больше организация, в которой работают операторы, тем, соответственно, больше голосов. И победить Сбербанк здесь не представляется возможным вообще. Ну, минус, что вам удалось. Нам удалось победить на сцене. Да. Нам не удалось их победить в голосовании в блогах. То есть, по результатам общения ребят с членами жюри в блогах, соответственно, формируется список полуфиналистов. Эти полуфиналисты выходят на сцену, и начинается уже очное соревнование. Письменное, устное, различное. И Настя, которая в результате победила, она нас потрясла своим выступлением в финале. Анастасия Папарова – это сотрудник управления телемаркетинга. Настя работает в Барнауле. Она где-то около года работает. Она работает немного, но показывает свои успехи. Ну, куда уж дальше-то? Надо же показывать себя не только на сцене, но и в работе с клиентами. Там тоже нужно быть успешным. И продолжает работать счастливая, довольная с гарнитурой, которая стоит у нас в специальном шкафчике, который специально барнаульцы купили для всех хрустальных гарнитур. Там есть еще место для… Нет, место еще есть. Отлично. У нас уже второй год подряд гарнитура уезжает в Барнаул. В прошлом году тоже хрустальная гарнитура была их. Какие еще номинации были Вами получены? Номинация «Лучший большой контактный центр». Это серьезная номинация? Это очень серьезная номинация. И получил ее в этом году наш контактный центр в Чебоксарах. Ему, контактному центру в Чебоксарах, два с половиной года. Он, в принципе, достаточно молодой. И такой успех. Проект создания сервисного центра – это, собственно, был мой проект, который я вела в течение двух лет. Мы выбирали достаточно долго город, после этого выбирали объекты. А чем был вызван, если не секрет, выбор города Чебоксары? Вы знаете, он в последний момент… Мы, так скажем, положили его в последний вагончик, который уже уходил с правления банка. Выбор был обусловлен тем, что в Чебоксарах на тот момент не было ни одного крупного контактного центра. И это было главным и определяющим. При этом в Чебоксарах достаточно хорошие вузы. И, соответственно, база для подготовки ребят очень хорошая. Никто не разглядел потенциал до вас? Видимо, нет. Это странно, на самом деле. Это странно, да. Выбирали более крупные города. Следом за нами пришел Газпромбанк туда. И, в принципе, наверное, выбирали изначально более крупные города. Саратов, Самара, если по Волге смотреть, Волгоград. Чебоксары остались на закуску уже для нас. Выбрали город. Как выбирали, помимо того, что там нет контактных центров, я проехала по вузам. И в вузах мы провели ассессменты с студентами. В трех вузах мы были. В Чебоксарском университете, в кооперативном институте и филиал Санкт-Петербургского экономического университета, который тоже есть в Чебоксарах. Посмотрели на ребят, поняли, что ребята замечательные, и здесь можно работать. И, собственно, дальше запустили процедуру подбора людей, обучения. Очень интересно, ребята обучались в еще недостроенном помещении. Ничего себе! Это был ноябрь месяц, и сидели они там в курточках, были обогреватели. Нас, те комнаты, которые были учебными классами, старались обогреть, но этого было недостаточно, потому что на улице было достаточно холодно. И вот эти первопроходцы, закаленные морозом, некоторые работают до сих пор. Наталья, нашу интересную беседу мы продолжим через несколько минут. Дорогие друзья, реклама на канале ProBusiness. Дорогие друзья, напоминаю, что вы смотрите программу «На связи бизнес» в студии Дмитрий Чариков, и у нас в гостях Наталья Смирнова. Мы продолжаем нашу интересную беседу о людях в контактном центре. Наталья, давайте еще раз пройдемся по номинациям, которые ваши коллеги заслужили в этом году на хрустальной гарнитуре. Хорошо. Я заранее прошу прощения у коллег, если я вдруг кого-то забуду или не назову. про большой контактный центр мы поговорили, оператор года все помнят Настю. Хрустальную гарнитуру в этом году мы получили за проект с аутсорсингом, аутсорсинговый контактный центр «Аудиотели», который помог нам в обработке входящих звонков. И, в принципе, это наш партнер, один из нескольких аутсорсинговых партнеров, с которыми работаем и по обработке входящих, и по обработке исходящих звонков клиентов. Хрустальную гарнитуру получил в этом году молодой талант Роман Ржих. Рома буквально недавно перешел в бэк-офисный отдел с линии. Он достаточно успешно работал на линии оператором, дорос до ведущего и главного специалиста. И занимается Роман Айвиаром. Вот это та система, когда вы звоните в контактный центр, и система просит вас нажать кнопочки 1, 2, 3, 4, 5. Это самая простая функция Айвиара, которая есть. Но я сейчас не про технологии, я про Рому, который очень успешно подхватил все те идеи, которые витали у нас в воздухе и воплотил в жизнь. Из какого Рома города? Из Москвы. Да, Рома в Москве и работал в Москве и, собственно, продолжает работать в отделе, который занимается Айвиаром. Замечательная номинация «Лучшая команда планирования и мониторинга». Лена Куклина получила эту награду. Вообще, я хочу сказать, что у нас совершенно потрясающая команда мониторинга и планирования. Не уверен, что все телезрители очень хорошо понимают. Возможно, да. Давайте поможем разобраться. В двух словах расскажу, кто это. Для того, чтобы контактный центр работал ритмично, динамично, не пропускал звонки клиентов… Нужно приходить во время работы, мы знаем. Да. Но для того, чтобы сказать человеку, во сколько он должен прийти, команда планирования должна спланировать график работы всех операторов. А учитывая, что операторов больше тысячи, соответственно, вручную это сделать нельзя. И мы опять чуть-чуть про технологии, программу Workforce Management, которая помогает осуществлять планирование и отслеживание графиков. Каждый оператор получает на следующие две недели график своей работы. Во сколько он должен прийти, во сколько уйти и какие перерывы в течение этого дня у него есть. Система планирует работу операторов исходя из той нагрузки, которая запланирована на ближайшие дни. Соответственно, на каждые полчаса система производит расчет того количества ребят, которые должны сидеть на линии. Плюс к этому это вот планировщики. Что делает мониторинг? Мониторинг в течение дня. Ребята смотрят в экраны и наблюдают за картиной, как идет нагрузка. И в том случае, если нагрузка на каких-то операторов, на каких-то специалистов идет больше, чем запланировано изначально, и они видят, что ребят не хватает, они подключают некие буфер-группы, которые помогают обслужить полностью вот эти вот всплески. Пиковые колебания. Пиковые колебания, которые вдруг неожиданно образовались. То есть это, знаете, такие кукловоды, у них ниточки есть. И они вот за эти ниточки дергают и перераспределяют нагрузку туда-сюда и за рычажки тоже переключают. Вот это команда планирования и мониторинга. И она оказалась лучшей в индустрии в этом году. И ребята получили свою награду. В контактном центре ВТБ-24 есть отдельно выделенная группа для обслуживания привилегированных клиентов. И группа Московская под руководством Татьяны Андреевой также получила хрустальную гарнитуру. В этом году ребята совершенно замечательные. Они для клиентов пакетов привилегия, клиентов, которые купили или получили пакет привилегия, оказывают услуги немножко в большем размере, чем это происходит на массовой линии. И это клиентам нравится? Конечно. Из-за этого они готовы вручать хрустальные гарнитуры этим ребятам каждый день. Замечательно. Мы никого не забыли? Вы знаете, наверное, забыли. Потому что я перечислила, по-моему, шесть или пять номинаций. Еще осталось две. Наверное, нужно сказать немножко побольше о команде телемаркетинга, которая у нас сейчас сосредоточена в Чебоксарах. Светлана Макрушева возглавляет этот отдел, который в Чебоксарах. И ребята буквально творят чудеса с точки зрения продаж продуктов нашим клиентам. И Настя Папарова, когда свою финальную речь произносила, задание выполняла, очень запомнилась, как она сказала. Ну вот я вам звоню. Возможно, и я вам звонила три дня назад. Ну что вам? Сложно сказать «да», когда я вам предлагаю продукт? Вам сложно сказать «да», когда я вам предлагаю страховку к стулу, который стоит у вас на кухне. Вот эти ребята… Мы понимаем, что, наверное, наши люди закредитованные. Им постоянно банки предлагают какие-то услуги. И, наверное, то, что творят ребята, когда продают продукты по телефону и заставляют клиента сказать «да», даже если изначально он был очень негативно настроен, ну, это действительно подвиг, с моей точки зрения. Да, и это вот эти героические подвиги команды телемаркетинга у нас совершают каждый день. Слушайте, ну потрясающе. Очень рад, что вы собрали такой большой урожай в этом году. Надеемся, что в следующем году равных вам вновь не будет. Ну, а это сигнал другим контактным центрам не расслабляться и стараться быть более профессиональными день от дня, год от года. Конечно. Какая была самая сложная номинация в этом году? И что далось самым большим трудом? Вы знаете, наверное, самая сложная номинация была «Оператор года». Потому что, когда мы проводили внутренний конкурс, ну, пусть простит меня Настя, но изначально у нас не было каких-либо иллюзий по поводу победы. И, ну, мы выбрали девушек, которые будут участвовать в этом конкурсе. Но где-то внутри абсолютно не рассчитывали на победу здесь. И молодец Настя. Молодцы ребята, наши аналитики, как ни странно. Их никто никогда не видит. Но это ребята, которые готовят наших операторов из года в год к конкурсу, который проходит каждый раз. То есть, ребятам задают достаточно много вопросов из области аналитики. Что означает тот или иной показатель, как считается это, как считается то. Вот по этому набору вопросов готовят операторов наши аналитики. Один и тот же человек уже 3 или 4 года готовит операторов и они всегда успешно отвечают на эти вопросы. Ну, замечательно. Плавно переходя от людей к технологиям. И все-таки о технологиях. И все-таки о технологиях. Это тоже интересно и нам, и телезрителям. Какие технологии ВТВ-24 на сегодняшний день внедряются? И следующий мой вопрос будет. Что нас ждет в будущем? Сейчас идет работа над двумя технологическими проектами. Первый проект позволит общаться с нашими клиентами в чате из мобильного приложения, из интернет-банка, для физических лиц ВТВ-24 онлайн. Общение. Чат? Да. Очень популярный канал общения. Но, скажу честно, он не заменяет ни голос, ни электронную почту. А чего больше обращений и по какому каналу? Ну, конечно, сейчас по телефону. Да, но мы стараемся увести клиентов в чат. Следующим этапом, если уже говорить сейчас о будущем, это будут мессенджеры. Стандартный Telegram и WhatsApp. Возможно, мы подключим еще и Viber. Но это некий будущий этап, к которому мы приступим где-то осенью этого года. Второй проект, который сейчас идет, это проект по внедрению речевой аналитики. Обычно все путают, что всякие вот эти вот речевые сервисы означают. Речевая аналитика, распознавание речи и голосовая биометрия. Распознавание речи – это когда вы обращаетесь в контактный центр, говорите какие-то слова, система их распознает и в соответствии с этим выстраивает свой бизнес-процесс. У нас в гостях был Центр речевых технологий, они рассказывали нам, как это устроено. Замечательно. Вот именно с Центром речевых технологий мы и сотрудничаем. Вторая часть – речевая аналитика, который, собственно, Центр речевых технологий у нас внедряет. Речевая аналитика – это анализ телефонных разговоров, которые записаны между клиентом и оператором. Клиент этого не видит, но мы внутри себя должны проанализировать, что происходит. И голосовая биометрия – это в банке или в какой-то организации хранится ваш слепок, слепок вашего голоса. И когда вы обращаетесь в контактный центр, мы сверяем ваш голос с этим слепком и, соответственно, делаем выводы – это вы звоните или нет. То есть для идентификации, для предотвращения мошенничества этот сервис очень востребован. Это наше будущее. Распознавание речи у нас уже есть. Речевая аналитика сейчас в процессе внедрения. Замечательно. У нас осталось буквально несколько секунд до конца нашей интересной передачи. Я бы хотел вас вот о чем попросить. Давайте вот буквально коротко, что важно с вашей точки зрения для оператора контактного центра для того, чтобы он был успешен. Для оператора важно, во-первых, понимать, куда он попал и зачем ему это надо. Для него важно любить клиентов. Для него важно уметь работать в команде и работать в тех условиях жесткой дисциплины, которые есть в контактном центре. Наталья, большое вам спасибо за эту интересную беседу. Дорогие друзья, напоминаю вам, что вы смотрели передачу на связи «Бизнес». В гостях у нас была Наталья Смирнова, а велпередача Дмитрий Чариков. Всего доброго и до новых встреч.